слушайте я вам скажу правду ситуация на самом деле печальная у вас очень мало времени я конечно сделаю все что могу но поторопитесь я понимаю бабушка привет ой здравствуй здравствуй мой хороший кто ты я твой внук внук мой любимый лёшенька я женя бабушка же не слушай внимательно олежка я буря женя же какая разница у вас мало времени извините продолжай бабушка продолжай у меня для тебя есть наследство оно очень большое большое при большое при большое я понял понял бабушка дальше дальше где она где она все мои драгоценности находятся я слышу бабушка не кричи не кричи в сейфе в сейфе а сейф где где сейф то сейф находится за дверью за дверью да кто что делать что делать предупреждал вас быстрее надо быстрее бабушка продолжай кто ты я твой внук а аркашенька да да аркашенька я аркашенька внук слушай внимательно аркашенька у меня для тебя есть наследство я знаю бабушка знаю оно большое прибольшое при большое прибольшое я понял ближе к делу не перебиваю большое прибольшое прибольшое я понял где где сейф то сейф находится за дверью за дверью шкафа какого шкафа какого с бельем с одеждой какого шкафа вы издеваетесь что ли а вы не могли в обоих шкафах посмотреть извините затупил а можно ее еще раз послушайте адреналин у нас не бесконечный да и сердце не резиновое ладно только пожалуйста я вас умоляю быстрее где я где мой дед я только что с ними разговаривала ругалась гадина ты не ругалась ни с кем бабушка ты со мной разговаривала я твой внук женя ты у тебя большое наследство для меня оно большое прибольшое 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 оно находится в сейфе сейф находится внук миша мишенька любимый мой у меня для тебя есть наследство я знаю оно большое прибольшое 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 приближе к делу прибольшое прибольшое кота сейфа говори карга старая код от сейфа простой пиши а это я свидетельство о смерти заполняю там всего 43 цифры пишешь пишу пишу пиши пиши что писать папушка пароль пиши какой пароль какой пароль цифры говори ведьма цифры цифры точно 3 2 1 0 ну и да ну его нафиг это наследство я быстрее эти деньги заработаю чем узнать из храны 43 цифры доктор даже без меня умерла так умерла оформляйте твою мать ну но вы видели я сделал все что мог адреналина у нас в больнице много и до пенсии мне еще далеко при готовились камера чин яркое зажигательное квитучие дизель-шоу ко дню рождения значит по перше уже 10 мая в 20 10 на нашем ютюб-канале а подруге новые костюмы новые образы новые танцы музыкальные номера и неизменное чувство юмора да я сегодня немножко хрят но даже я понимаю что это это конь это хрень как отмечала день рождения самое смешное и доброе шоу на планете а вот с этого момента пожалуйста поподробнее пятница 20 10 канал дизель-студио смотри ты пол смотри а и тут очереди нету ну что же за день-то сегодня такой у так это же хорошо что у нас очереди нет кому хорошо курицу тут упорыла я без очереди никакого общения что же я зря новости смотрела дубина внучка не обращай на нее внимание лучше корма ложечку нам накопая хорошо дедушка шевелись и добавил скорее быстрее дочка быстрее давай давай что-нибудь еще дедушка да и беруши две штуки пожалуйста ну я готов ты готова ну готова готова ну открывай давай отопление отопление 1700 гривен Тихо, 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 тихо. На, пей, 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 пей. Дедушка, а берущий вам зачем? Это не нам, внучка, это тебе. Одевай срочно, потому что сейчас такое начнется. Одевай быстро. 1700 гривен за отопление, у меня пенсия полторы. Ироды, сволочи, гады, Сталина на вас нету. Да чтоб вы все попередыхали, да чтоб вас все маразм съел заживо, да чтоб вы гады в такую страну просрали, сволочи, подонки, уроды. Сидят, 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 тебе говно сраное, вы сраное, вы сраное. Дедулечка, шо вам подсказать? Мне, пожалуйста, внученька, от ревматизма чего-нибудь. Ага, хорошо. Крутит меня всего. Вот. И для сердца чего-нибудь, шалит она в последнее время. Пожалуйста. От давления что-нибудь, кружит голову до упаду. Так, все? Ну, да, все. Ага, вот, только они дорогие, немецкие. Как немецкие? А что, наших что ли нету? Ну, наших сейчас у нас нет. Но немецкие хорошие. А, вот и пойми теперь, кто войну выиграл. Ладно, сколько стоят эти немецкие? Три тысячи гривен. Сколько? Ой, прошло все сразу. Ой, ничего не болит. Сразу здоров. Ай, тит, тит, тит. За такие деньги я сразу здоров. Ай, тит. День мне здоров. Иди давай. Дай больным отовариться. Здравствуй, милый. Здравствуйте, бабулечка. Эй, мне от кашля, от ревматизма, для давления, для сердца, для печени, мочегонная, снотворная и анальгин. Так, и, пожалуйста. Так, девять тысяч гривен. Девять тысяч? Да. Женщина, разрешите пригласить вас на танец, вторая молодость. Хочешь на дискотеку? Пойдем. За такие деньги, ну их нахрен, эти лекарства. И без них выздоров. Хочешь, такие дорогие. Да. Надо будет цены на лекарства снизить. А то так все без них повыздоравливают. Ну, давай. Ага. Ты первый. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Эть. Странно. Все нормально. Ну, как? Не рассмотрел. Так. Ладно. Моя очередь. Ага, давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Да что ж такое? Все нормально. Ну что? Тут прикрыто сильно. Эй, надо было внимательнее смотреть. Ладно, давай еще разочек я. Ну, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Эть. Что? Где? Что происходит? А-а-а-а. Вот оно что. То есть вы пялитесь на мою грудь, да? Нет, 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 нет. Эх, дедушки. Ну, ладно. Хотите еще раз взглянуть на красоту? Ну, ладно. Только никому. Спасибо тебе, конечно, внученька, за это. Но мы с Харитоновичем не на них посмотреть хотели. Мы поспорили, что твоя татуировка означает. А-а-а. Вечности. Ага. Спасибо. Но ты это, Харитоновича, в чувство приведи. А то он от первозбуждения может в ту самую вечность и уйти. Сейчас я за врачом. Ну что, проспорил ты? Татуировка-то означает вечность. А ты ейша, ейша. Вечно я в спорах про баб у тебя выигрываю. Лошара. Ну, гейша там или не гейша, это уже не важно. Я свою порцию удовольствия уже получил. Лошара. Ха-ха-ха-ха. Слышь, Рома, это, наверное, за тобой приехали. Ты же свой ключик, наверное, не туда вставил. Вот и приехали тебе его отрывать. Ничего я никуда не вставлял. Скорее, это за тобой. Наверное, одолжил денег, у кого не надо было одолжить. Вот тебя сейчас в лес и вывезут в багажнике. Слышь, а может это новая тачка, которая сама без водителя ездит? Ага. Сама ездит, сама долги собирает и сама в лес вывозит. Слушай, а вдруг это как в клипе Ленинграда? Сейчас там сидит такая красивая телка. Сейчас руку высунет и пальчиком нас поманит. Туда? Точно как в клипе. Только это к тебе. Сюда иди, говорю, внучок. Здрасте, бабуля. Привет. Помоги мне дверку открыть, а то я еще не разобралась. Ой. Ох, спасибо тебе. Слушайте, бабулечка, ну крутая тачка у вас-то. Это внук мне ее подарил. Сказал, на тебе, бабуля, на старости лет хоть поездишь на нормальных машинах. А то я все на тракторе, на комбайне. Круто. А к нам что приехали? Так мне ее доделать надо. А то шесть мешков картошки положила в багажник, так она уже еле ездит. Ну, бабуль, боюсь вас огорчить, но круче, чем немцы, мы вряд ли сделаем. Значит, обосрались ваши немцы. А мне надо доделать. Мне надо, чтобы сзади плух можно было прикрутить. Прицеп там для картошки. А впереди ковш, чтобы снег расчищать. Так, бабуль, это вам трактор нужен? Так я и говорю, сделайте из нее трактор. Хорошо, сделаем. Ну вот и хорошо, сколько вам я должна буду за это? Ой, бабулечка, тут еще мы вам должны останемся. Ладно, ладно, шутки в стороны. Это... К завтрашнему дню машину перекрасить, салон перетянуть, номера на кузове перебить. Ясно, Ахламоны? Ясно. Вот и здорово. Вопросы есть? Есть. А прицеп надо цеплять? Или не надо? В жопу себе его засунь. Одну царапинку на кузове увижу, в лес отвезу, собаки не найдут. Да, если ментам стуканете, за дедом своим в расход пущу. Ясно? Да. За работу. Бабулечка, а вы что, эту машину угнали? А ты проницательный, я посмотрю. Спасибо. Что ж бабушке-то еще на пенсии делать-то? Пенсия маленькая, а коммуналка-то, ого, уже какая. Не хватает. Вот. Так, а у начальников этой коммуналки машинки вот такие, заграничные, хорошие. Я к вам сейчас каждый день приезжать буду. Кто с водоканала, кто с Облэнерго. Ясно? Ясно. А там не картошка, а не картошка, буряк там, в пяти мешках, а в шестом, вот только вот морковь. Я в туалет. Ха-ха-ха. Туки-туки. Ай, мой страстный. Ну, шо, мой хрипушечка, а то похрипеть. Ты, ты, ты со мной похрипишь. Смотри, шо у меня есть. Значит так. Вот это, смотри. На тебе! На! Класса, да? Моя зайка! У меня, у меня капельница! Хрен с ней! Смотри, что у меня есть! Класса! Ой, ну ты, конечно, и молодца! Вот это даже халат не дал снял! Спасибо вам, сестра. Я не думал, что медицина настолько далеко зашла. Скажи, а что раньше у тебя такого не было? Нет, ну, это прям такое, чтобы медсестра вот так… Да я сама охренела! Филиппова! Что? Ты что здесь делаешь? Что, вы же сами сказали идти в палату заммеров 3-4-3. Заммеров 434-й, это этажом выше! Ты же вроде должна знать его в лицо! Да хрен их кто поймет! Слышишь, у этих там замов у него хоть это попой жуй! Ты понимаешь, что тебе здесь вообще находиться нельзя? Человек в тяжелом состоянии! Нет, нет, доктор, вы знаете, мне гораздо лучше! Я… я уже… сам… пойду, наверное… Куда? Вам нельзя! Не, можно! Мне можно! Мне можно! Ла-ла-ла… ла-ла… 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 па-пам… Филиппова, ты понимаешь, что ты только что сделала? Что? Ты безнадежного пациента на ноги поставила! Филиппова, так может к нам на полставочки, а? Хорошим я делом занимаюсь! Правда, платят у нас немного, но техосмотр ежемесячно бесплатно! Ну что, Филиппова, подвигайся! Глуби меня на ноги ставить! Давай! Эх, Филиппова! Что там пишут про близнецов? Гады, сволочи, паскуды, сидите здесь, ни хрена не делаете! Я за вас всю работу делаю! Дедуля, в наши обязанности не входит ходить и ругаться матом с соседкой! Да, и это не наша работа – доводить бабулек до инфаркта! Ай-яй-яй, у меня для вас информация секретная! Да знаем мы твою секретную информацию! Теперь ты точно знаешь, кто ссыт в лифте! И этот кто-то – это ты? Что? Да я уже в неделю этим не занимаюсь! Там информация про банду! Да мы знаем про твою банду! Опять про ЖЭК расскажешь нам? А толку вам рассказывать про ЖЭК? Вы же их все равно не расстреливаете! Там другая банда! Да знаю я все твои банды! Одна банда в ЖЭКе, одна в больнице! Одна в Верховной Раде сидит! И все грабят! Все грабят! И почему-то именно только тебя! Поэтому иди, дедуля, ну иди! Ну пожалуйста, ну не мешай нам работать! Давай, давай! Хорошо, хотел вам рассказать о банде настоящей! Они там трупы закапывают каждый день! Но не хотите – не слушайте! Подожди, 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 дедуль! Какие трупы? Какая банда? Ага! Интересно стало, да? Закапывают трупы ежедневно! Банда! У них там такие в деньжиша крутятся! На машинах дорогущих проезжают и копают, копают и кладут, кладут, кладут труп за трупом! Так, это уже интересно! Ага! Так! Так! Где это происходит, дед? Прямо на улице! Среди бела дня! Не стесняются! Ни ночью! Нет! Улица, улица! Какой адрес улицы? Улица Лесная, 43! За домом! 43! За домом! Свозят! Спецназ! Правильно! Значит, наряд на Лесную, 43! Ага! За домом! Так! Мы будем! Так! Да! Все! Выезжаем! Ага! А водолеи сегодня получат приятное известие! Интересно! Нет! Твою мать! Ты куда нас послал? А? Пока никуда! Но если вы их не расстреляли, то пошлю вас к ним! Ты понимаешь, что по этому адресу расположено городское кладбище? Это нормально, что там закапывают трупы! А это нормально, что у них метр стоит 15 тысяч, а у меня пенсия полторы! Это что у меня? Чтобы умереть два года копить надо! Ладно, дед! Ага! За твои заслуги перед Родиной мы договорились! Да! Это... Это как это? Вот так! Будет у тебя место бесплатное и венок за счет организации! Ой! Вот это спасибо, хлопцы! Вот это молодцы! Вот зря я на вас наговаривал! Ой! Спасибо, ребята! Да, дедуль! Там единственное, льготных мест мало, они на вес золота! Поэтому похороны завтра! Это... 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 Это как... Как это завтра? Так... Так я... 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 Я же не готовился! Все! Иди, иди! Иди готовься! Иди! Да! Яму уже выкопали! Праздничный салют заказан и оркестр тоже репетирует! Здравствуйте! Привет! Че хотела? Хотела узнать, сколько стоят ваши услуги! У нас сегодня акция! Сексуальным девушкам тату бесплатно! Класс! А в каком месте вы мне порекомендуете тату? На груди! На обоих! Солнышко над холмами будет идеально! Супер! Мне нравится! Ну, если нравится, можем продолжить! Например, на пояснице или где-то пониже! На попе? Угу! И что, абсолютно бесплатно? Не совсем! Поцелуи для начала сойдет! Я согласна! Мама! Иди сюда! Я все узнала! Да-да-да-да! Молодой человек сделает тебе татуировку на груди, на пояснице и везде, где захочешь! Правда? Да! А сколько он возьмет? Да бесплатно! Просто поцелуешь его пару раз и все! О! Так я уже готова выдать аванс! Ну, это акция только для сексуальных девушек! Мальчик мой! Я сама сексуальность! Товарищ профессор! Товарищ профессор, очнитесь! Ага! Здрасте! Где я? Сергей Петрович, все хорошо! Вы в операционной! Вам просто стало плохо и нужно было срочно сделать операцию! Ага! О господи! Кто делал операцию? Мы! О господи! Вы же студенты! Двоечники! Вы же на перездачу пришли! Господи! За что? Просто больше некому было! Все остальные на операциях! Да! А у вас острый гипертонит! Что? Перитонит! Ну, вот острое! О господи! Как прошла операция! Очень хорошо! Очень хорошо! Я резал! А я удалял! И в целом все прошло отлично! Но... Но есть одно но! Да! Какое еще но? Операция еще не закончилась! О господи! Нет! Что? Что там? Осталось что-то удалить? Нет-нет! Мы и так уже там лишнего по... Все хорошо! Осталось только зашить разрез! Да! Так почему же вы не сушиваете измерения? Мы не умеем! Да! Как же не умеем? Я же все объяснял на лекциях! Да! Вы объясняли! Но... Я болел! Я эту тему тоже пропустил! Мы собаку в ветеринарку водили! Там глисты у нее... Идиот! Небилый! Все ваше покоение! Идиота! Запоминайте! Для того, чтобы зашить вместо разреза! Так! Сначала! Сначала! Так... Что сначала? Что сначала? Что сначала? Сергей Петрович! Товарищ профессор! Что делать? Что с... Давай в интернете посмотрим, как рану зашивать! Давай! Как зашивать рану? О! Даже видео есть! Да ладно! Как называется? Доктор Хаус! О! Прикольно! Слышал что-то об этом? Это типа хаос, как у нас! Как у нас в больнице хаос! Ха-ха-ха! А что это пикает? Так хрен с ним! Идем в ординаторскую! Мы нормально не посмотрим! Ха-ха-ха! 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 Стой! Стойте! Идиот! А кто зашивать будет? Ха-ха-ха! 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 А что вы себе позволяете? Ой, извините, пожалуйста, больше такого никогда не повторится, никогда. Я пошутила, дурачок. Продолжай. Быстро инфигенная добра. А за кто? Это мой муж. Быстрее в шкаф. Боже, что ты делаешь? Ну, в шкаф без брюк и рубашки муветон. Быстро в шкаф, а то он тебе этот муветон твой оторвет. Все-все-все-все. Виктория Сергеевна, могу ли я войти? Да-да, Иннокентий Вениаминович. Вы одеты? Ну что, вы правы, конечно, да. Я вхожу. С вашего позволения. День добрый. Здравствуйте. Душа моя. Да. Моя законная супруга. Моя муза. Мое вдохновение. Моя... Боже мой. Что? Что я вижу. Что? Это... 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 Даже не нужно применять дедуктивный метод для того, чтобы предположить, что в данной комнате только что находился мужчина. Ах... Виктория Сергеевна? Да? Я, как законный супруг, желаю и даже требую знать, где ваш любовник находится в данный момент. А я не знаю. Может быть, вам показалось? Или вы что-то перепутали? А вот... Будьте здоровы. Спасибо. Ну, что ж... Этот чих о многом говорит. Я даже боюсь представить, что сейчас будет. Паша, не надо. Не сдерживайте меня, История. Пеша, я прошу вас. История Сергеевна... Пеша! Уже слишком поздно. Что же... Что сейчас будет? Разрешите войти? Я прошу обращение, но я вынужден вам отказать. Дело в том, что я не хотел бы, чтобы вы меня видели в нижнем белье. Я настаиваю, потому что в данный момент я разносадован и даже близок к гневу. Поэтому... И я сделал все, что мог. Не утверждайте себя. Я выйду сам и покажусь вам воочию. Извольте. Здравствуйте. День добрый. Ну... И чем? Он лучше меня? А, я все понял. Все дело в зрении. У него минус пять, а у меня плюс пять. Неужели женщины интересуются лишь диоптриями? Ну... Получается, да? Вы не представитесь? Поликарп. А по батюшке? Поликарп. Поликарпович. Иннокентий Вениаминович. Очень приятно. Взаимно. Слушайте, очкарики. Может, вы хотя бы ради меня морды друг другу набьете? Морду. Я крайне раздосадован слышать от вас такие выражения в приличном обществе. Да. Я думаю, мы найдем более цивилизованные способы решить этот спор. Интересно. Может, вы извольте одеться с нами, Дана? Ой, извините. Извините. Да уж. Давай! Бей! Бей! Бей его! Сожри! Ну! Шах и мат. Ну что ж, я вынужден признать, что я повержен. Ну что ж, я в свою очередь хочу вам сказать, что сейчас вы покидаете эту комнату поверженным, а я остаюсь с высоко поднятой головой. Эту обиду я не забуду до конца своих дней и буду вспоминать ее на смертном адре. Не буду вас задерживать. Спасибо за игру. Это был сильный бой. Честь имею. Виктория Сергеевна, только что я сумел отстоять вашу честь. Ну, моя честь надо было отстаивать в десятом классе, но я завелась. О, Боже. О, Боже. О, Боже. И кто я, Сергеевна? Я не слышал таких слов из ваших уст уже очень давно, и вынуждены признать, что они крайне приятны для некоторых зон моего эпителия. Просто раньше мужики за меня морды друг другу били, а теперь в шахматы играют. Иди ко мне, мой неандерталец. Слышь, зятек, отпусти меня отсюда. Не выпустишь, я дочке скажу, неделю без секса сидеть будешь. Ошибаетесь, Марина Францевна. Пока вы здесь сидите, это и означает, что у меня будет долгий и качественный секс. Ага. Может, у нас даже внуки появятся. Слышь, зятек, не отпустишь? Месяц на рыбалку не пущу. Опять ошибочка. Пока вы здесь сидите, это и означает, что у нас открывается месячник рыбалки. Правильно. С ночевкой. Я уже палатку взял. А я вам спиннинги сломаю. Опять промашка, Марина Францевна. Отсюда вам будет очень тяжело попортить наши рыболовные снасти. Тем более, мы их уже давно перепрятали. Ну ладно. Ладно, Саня, выпускай. Я все поняла. Нет, 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 Марина Францевна. Второй раз на эту фигню я не поведусь. Вы же сами меня попросили, пока вы сидите на диете, вас проконтролировать. Ну я же не знала. Ну что ж не знали. А вот же расписочка есть. Любыми методами оградить от еды в период с 18 до 7 утра. Вот эту записку я подписала в состоянии аффекта. Ай, Марина Францевна, я на дочке на вашей в состоянии аффекта женился. Я ж знал, что вы меня мучить будете. Ах, наглец. Выпускай меня, зятек, выпускай. Оп. А вот и времечко. Пойду-ка я спокойненько в футбол посмотрю. Правильно, правильно. С товарищем по работе. Да. А потом, может быть, поеду и внука вам заделаю. Правильно. С товарищем по работе. Сам заделаю. Со своей женой. Пожалуйста. Выпускай меня, зять, отсюда. Выпускай немедленно. Так, все, Мариночка Францевна. Спокойной ночи вам. Мы пойдем. И пусть вам приснится ваш любимый борщ. Выпустите меня отсюда. Я вам ночью решетку всю эту перегрызу. Грызите, грызите. На троих.